Привет всем, с вами Резмитрий Ророшенко, и сегодня поговорим о выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан, которые находятся с нарушением на территории Российской Федерации. Напомню, что у нас не действуют уже те пункты, которые давали возможность легализоваться или оформлять здесь документы с любой целью въезда, то есть патент, разрешение на работу и так далее. То есть эти основания уже не действуют. Теперь обязательные условия для оформления патента, значит, это действующий миграционный учет, цель въезда работы и срок 30 дней, либо переоформление, значит, за 20 дней до окончания патента. Если вы осуществляете трудовую деятельность, официально уже где-то работаете, находитесь и будет осуществлен рейд сотрудниками полиции, то имейте в виду, что у вас должен быть действующий патент, то есть вы за него должны платить, он не должен быть аннулирован, платежи не должны быть просрочены. Иначе, если вы хоть на один день просрочите, патент, соответственно, будет аннулирован. И второе, у вас должен быть трудовой договор. Но самое главное, естественно, у вас должно быть разрешение на работу или патент на том объекте, с той организацией, в которой вы работаете. Потому что в случае проведения рейда сотрудники полиции, соответственно, проверят документы и, во-первых, привлекут вас по 18-10 за то, что вы осуществляете трудовую деятельность без разрешения на работу или патента. Во-вторых, привлекут организацию, ИП, юридическое лицо. Причем штрафы очень серьезные, это сотни тысяч рублей. Так что тоже имейте это в виду. Но самое главное, значит, если вас задержат за незаконное осуществление трудовой деятельности, то, соответственно, в данном случае вам грозит прохождение дактилоскопии, фотографирование и, соответственно, последующее направление в суд для вынесения экспоративного постановления о выдворении за пределы Российской Федерации. Значит, на каждого иностранного гражданина, кто будет доставлен в суд, будет оформлен штраф во размере 5000 рублей с последующим самоконтролируемым выездом за пределы Российской Федерации. Что это значит? Это значит, что вам дадут 10 дней для обжалования постановления и 5 дней для того, чтобы в случае, если вы не обжалуете, постановление вступает в силу, и вам дается 5 дней, чтобы вы покинули Российскую Федерацию. Итого, если постановление вынести на сегодня, то прибавляйте 15 дней, в течение которых вы должны покинуть Российскую Федерацию или у вас есть 10 дней для того, чтобы подать жалобу. Поэтому имейте в виду, для того, чтобы не попасть в эту ситуацию, необходимо, естественно, оформлять патент для осуществления трудовой деятельности по законам Российской Федерации, платить за патент, чтобы он был действителен и не было необходимости заново его переоформлять и платить сумму за оформление необходимых документов. И второе, конечно, заключать трудовой договор, чтобы было все официально. Но самое главное, естественно, у вас должен быть хотя бы патент для того, чтобы не попасть по 18.10 на штраф и выдворение. Сроки выдворения – 5 лет. Имейте в виду, если вы находитесь здесь нелегально, то есть у вас уже было выдворение, вы его не исполнили, то за повторную, если вас поймает повторную в эти 5 лет, когда срок выдворения, вам грозит уже принудительное. Значит, депортация за пределы Российской Федерации, принудительное выдворение и срок выдворения будет 10 лет. По 18.10 за первый раз штраф 5 тысяч плюс 5 лет выдворения. За повторный, соответственно, также налагается штраф и уже 10 лет выдворения. Также предлагаю вам посмотреть треть, которую провели сотрудники полиции управления МВД по Дмитровскому городскому округу, также в результате которого были проверены объекты. В отношении шести иностранных граждан были составлены административные протоколы по статье 18.10 с привлечением к административному штрафу 5 тысяч и самоконтролируемым выездом за пределы Российской Федерации. Еще раз подчеркну, что на текущий момент практика выдворения является законной, потому что уже нет никаких мораторий и ограничений, связанных с указами президента. До связи с вами. Продолжение следует... Продолжение следует...